Здравствуйте! В студии Елена Гончарова. Я рада представить вашему вниманию новую программу «Ваш доктор». Если учесть, что 9 десятых нашего счастья зависит от здоровья, то мы просто не можем обойти эту тему стороной. В программе «Ваш доктор» на вопросы о здоровье ответят ведущие специалисты медицинских центров Архангельска. Сегодня в выпуске. Новообразование на теле – все, что важно об этом знать. Природа и виды новообразования и способы их удаления. Также в нашей программе рубрика «Скажите доктор». На вопросы зрителей отвечает главный врач медицинского центра «Гиппократ», хирург-дерматовенеролог, кандидат биологических наук Александр Викторович Шептелей. Весной мы чаще всего задумываемся о своем внешнем виде. В первую очередь стоит обратить внимание на кожу. И дело не только в красоте, но и здоровье. Новообразование кожи – доброкачественные или злокачественные опухолевые поражения кожи в результате патологического разрастания клеток ткани. К доброкачественным новообразованиям относятся бородавки, невусы, папилломы, липомы, ангиомы, киратопапилломы. К злокачественным – меланома, базилиома. Новообразование на коже подлежат удаления те, которые имеют вирусное происхождение. Это папилломы, также травмированные дермоиды. Удаления подлежат, конечно, практически любые новообразования, потому что рано или поздно количество их будет увеличиваться, и нужно будет принимать какие-то меры. Это не только с точки зрения косметики, это с точки зрения здоровья, потому что вирусный процесс продолжается, и для этого нужно все элементы, которые появились на коже, уничтожить. Бородавки – преимущественно доброкачественные новообразования кожи, зачастую вирусной этиологии. Папиллома – это похожая на бородавку и свисающую выпуклость величиной до 1-2 см на ножке или реже на широком основании. Папиллома может быть разного цвета – от белого до грязно-коричневого. Родинка или невус – это врожденное или появившееся в течение жизни доброкачественное пигментное образование на коже. По желанию, все новообразования можно удалить. Существуют хирургические способы удаления. Удаление – это же криодеструкция, то есть это жидким азотом. Электрические – это электрокоагуляция, удаление с помощью лазера. И самое модное сейчас – это радиоволновое удаление. То есть какое преимущество? Отеков на коже практически не бывает, практически безболезненно. Очень удобно то, что процесс заживления очень короткий – 4-5 дней. Как защитить себя от появления новообразований? Отнеситесь ответственно к своему здоровью. Самое главное – это вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Это гарантия того, что, по крайней мере, противовирусный иммунитет будет гораздо активнее. И, прежде всего, как только появляются какие-то образования на коже, обращаться к специалистам. Продолжает программу рубрика «Скажите, доктор». На вопросы горожан отвечает врач-дерматовенеролог, медицинского центра «Гиппократ» Александр Викторович Шептелей. Наша справка. Александр Викторович Шептелей – главный врач медицинского центра «Гиппократ», хирург-дерматовенеролог, кандидат биологических наук. Я хочу спросить у доктора, после удаления бородавки и папилломы могут вновь возникнуть? После удаления папилломы или бородавок, вера из появления их, возможно. Но после того, как они удалены, обязательно за этим наблюдают врач, назначают противовирусный препарат. Доктор, скажите, пожалуйста, новообразования кожи – они заразны или нет? Новообразования на коже есть заразны, есть не заразны. Есть образование вирусное происхождение – это вульгарные бородавки плоские или возвышающиеся над поверхностью кожи, остроконечные гандиломы, папилломы. Это образование, естественно, заразное. То есть происхождение вирусное. Доктор, скажите, можно ли удалять папилломы самостоятельно специальной мазью? Удалять, наверное, можно, но только что не стоит. Обращаться нужно, опять же, к специалистам, потому что после удаления в практике эти образования начинают вновь расти. Либо не просто растут, а просто разрастаются безгранично. Поэтому обязательно нужно обращаться к специалистам, потому что там будет все сделано качественно, надежно и, опять же, назначен противовирусный препаратик. Доктор, расскажите, пожалуйста, как долго идет процесс заживления кожи после удаления папиллом? К примеру, папилломы могут удаляться различными способами. Я считаю, что лучший эффект наступает после радиоволнового удаления, потому что заживление буквально наступает на четвертый день. Вот такой вопрос. У моей подруги новообразование на коже головы, и оно увеличивается в размерах. Можно ли его удалять? Удаление, конечно, я считаю, что не то, что можно, а необходимо, потому что это образование увеличивается. По тому, как задан вопрос, значит, похоже, это липома, то есть липома на волосистой части головы встречается достаточно часто. Да, пожалуйста, приходите, можно прооперировать. По всем проблемам о новообразованиях кожи вы всегда можете обратиться в медицинский центр «Гиппократ». По адресу город Архангельск, проспект Советский космонавтов, 180, телефон 276-393. Или задать вопрос на сайте гиппократ29.ру. Это была программа «Ваш доктор». Тема следующего выпуска «Как улучшить качество жизни». Что такое геронтология, нам расскажет врач-терапевт медицинского центра «Гиппократ» Бубенцова Ольга Сергеевна. Смотрите нас в кабельной сети АТК и в интернете на портале «Правда Севера.ру». Пишите на электронный адрес info.sobaka.ps29.ru. С вами была я, Елена Гончарова. Прощаюсь с вами на неделю с пожеланиями удачи, здоровья и весеннего настроения. Помните, «Ваш доктор» – это путеводитель в мир официальной медицины. Субтитры подогнал «Симон»!